Всем привет, мои друзья! Незаслуженно я, честно признаюсь, обошел в свое время этот телефон, но вовремя я его заметил. Это Tecno Camon 20 Pro версия 4G. Объясню сейчас в двух словах. Люди чаще всего у меня спрашивают, Дима, что купить за 20 тысяч рублей? Именно 20 тысяч рублей. Такой самый сейчас типичный бюджет. Что купить? Что купить? А все дорожает. И я сейчас уже даже затрудняюсь ответить, что можно из нового купить. Не бэушное, не восстановленное. Именно из новых телефонов, чтобы было нормально, работало, чтобы хорошие характеристики были, чтобы выглядел телефон прилично, чтобы камера была более-менее. Ну и, конечно, побольше памяти. Сейчас уже какой-нибудь Redmi Note Pro, он уже за 20 тысяч переваливает. Какой-нибудь более-менее нормальный Pocophone, X5 Pro, F5, они тоже уже, естественно, перевалили давно за эти цифры, за 20 тысяч. Какой-нибудь Honor нормальный взять, 70-90, тоже дороже. iPhone я уже вообще не говорю. Samsung тоже, тем более. Но остался практически один король, один вот такой вот за весь бюджет 20 тысяч отдувается. Это Tecno бренд, Infinix. И конкретно Tecno Camon 20 Pro. Легко запомнить, 20 тысяч рублей Tecno Camon 20 Pro. Только не путайте его с Camon 20, потому что есть еще Camon 20, он по дизайну то же самое, что Camon 20 Pro, но он намного слабее. Он реально слабее по железу. Он будет медленнее, он будет медленнее работать, у него медленная память. Хотя по дизайну выглядит так же, памяти там тоже достаточно, но я советовал бы обратить внимание именно на Pro-версию. Давайте сейчас покажу, сколько на данный момент он стоит, за сколько он официально в магазинах в наших продается. С гарантией пришел, купил, заплатил и ушел. Внимание! 18,999. И я считаю, что эта цена даже немного занижена. То есть, как бы такое ни произошло, чтобы его не подняли в цене. Потому что я думаю, что его сейчас продают реально по заниженной цене. И еще и скидка действует. Изначально он стоил 20, сейчас его продают за 19. Вот как раз ребятам, которые ищут сейчас телефон за 20 тысяч рублей, советую очень хорошо присмотреться к Tecno Camon 20 Pro. Во-первых, вы имеете выбор. Тут даже не такой выбор, тут даже не надо заморачиваться. Тут уже в базе идет 8,256. Это больше, чем у многих флагманов. Это больше, чем у 15-го айфона, у которого 6,128 в базе. И он стоит 80 тысяч рублей. Здесь за 19 тысяч вы получаете 8 гигабайт оперативки, что достаточно. Причем здесь есть еще функция расширения оперативки. Вы можете в настройках еще 8 накинуть, у вас будет 16. И вы получаете 256 гигабайт, самое главное, быстрой памяти. Немедленной вот этой старой eMMC 5.1, которая, кстати, у обычного Camon 20, а уже быстрой памяти стандарта UFS. То есть вам на пару лет, на несколько лет вообще с кайфом хватит этой памяти, вообще без всяких проблем, без всякой экономии. И это все за новый телефон, модель 2023 модельного года, в новом состоянии из магазина с гарантией за 19 тысяч рублей. Я пошел еще дальше. Я его в интернет-магазине Wildberries купил вообще за 17. Но там были скидки. Сейчас уже я посмотрел. Сейчас уже цены поднялись. Но даже за 19, если его возьмете, считайте вы король. Продается в трех цветах. Вот такой вот темный, с какими-то геометрическими фигурами, смотрится как некий такой космо, космоцвет прикольный. Есть вот такой вот белый, ледяной белый, хорошо под зиму подходит. Зимний вайб. От него веет зимний вайбом, льдом, какими-то зимними сказками, да. Вот какой-то такой вот этой снежинками, да. Узорами зимними. Мне нравится этот цвет, но, к сожалению, я его никак не смог достать. В магазинах он есть, в интернет-магазине его не было. И есть вот такой вариант для особых эстетов. Это под кожу. То есть это голубой цвет, матовый, простой. Но у него будет поверхность не просто какая-то там, ну, однородная, а типа мягкое, как кожаное покрытие. И все они стоят одинаково, по 19 тысяч рублей. То есть у вас будет выбор выбрать, какой именно вам цвет больше нравится. Причем у светлого варианта у него еще обрамление камеры чуть-чуть отличается от темного и от голубого под кожу. Какой, дорогие друзья, выбрал я? У меня не было выбора особого. Я взял голубой под кожу, потому что был только один он за 17 тысяч. Остался только один он. Сейчас уже все распродали. Итак, во-первых, 20 тысяч рублей. И у нас здесь полноценный большой фаблет с AMOLED-экраном. Это первый плюс. Второй плюс, безусловно, это память. На коробке пишут 8 плюс 8. Это потому что 8 своей. 8 еще в настройках можно позаимствовать с внутренней памяти, чтобы расширить оперативную. Дальше. Здесь есть награда, короче, этому бренду за лучший дизайн. Gold winner, золотой победитель за дизайн. Награда за дизайн. Потому что телефон реально круто выглядит. Даже дизайн самой коробочки, посмотрите, какой приятный. Красивый, да? 20-й, common, 20 pro. Красивое сочетание цветов. Вообще обалдеть. Все так светится, переливается. Дальше смотрим. Это продолжение, продолжение банкета. 64 мегапикселя задняя камера с улучшенной ночной съемкой. Это то, что нам надо. Сейчас уже зима, вечереет рано, точнее темнеет рано, да? В 6 часов вечера уже темень. Но это же не значит, что мы не должны фотографировать. Нет, не значит. И этот телефон как раз имеет ночной режим, хороший ночной режим. 6,7 AMOLED, 32 мегапикселя селфи. Ну ладно, давайте, что я рассказываю. Давайте я вам буду показывать просто. Открываю комплектацию, открываю телефончик. Вот он лежит, упакован аккуратно в пакетике. Это не все. Продолжение. Открываем, что там у нас под пластиковым корытом. Вот это я называю пластиковое корыто, в котором лежит телефон. А здесь у нас дополнительная какая-то информация о сертификации, информация о производителе. Кстати, производитель это Китай. Китай, китайская сборка, китайская разработка. Дальше у нас вот такая вот бумажка, руководство пользователя. Если вдруг не знаете, где там, куда сим-карту вставить, как телефон зарядить, все это здесь можете узнать, прочитать без проблем. Дальше идет вот такая вот штучка. Это фирменная тоже черта Текна. Это то, что они говорят, что гарантия у них расширенная. Не 12 месяцев, а дополнительно еще месяц дают. То есть, 13 месяцев. 13 месяцев. Информация о гарантии вот здесь вот кроется. Условия гарантии. Дальше. Защитная пленка на экран. Вы ее можете приклеить самостоятельно. Можете не клеить, никто вас не заставляет. Я советую клеить не пленку, а заказать стекло. Не пожалеете, отдайте там 500 рублей за стекло. Закажите на том же Wildberries и на Алиэкспрессе. И наклейте лучше стекло на экран. Потому что пленка от ударов не защитит. Если упадет куда-нибудь экраном вниз, экран может разбиться. Следующее. Это чехол. Да, чехол простой, но у некоторых брендов и такого нет. И то он, можно сказать, не простой. Он, знаете, он смесь силикона с пластиком. То есть, вот эта задняя крышка, она такая вот типа как жесткая. Жесткая. Форму держит. Не как кисель, знаете, вот эта кисель. А вот эта боковина, это из силикона, из прозрачного. То есть, это добротный хороший чехол, который так бы в рознице обошелся вам тоже рублей 300-400 как минимум. Он уже идет в комплекте. То есть, не надо докупать. Дальше. Вот такая быстрая зарядочка. Большая, реально. Посмотрите, какая огромная зарядочка. Мощностью на 45 ватт, скорее всего. Нет, 33. Чуть-чуть послабее, чем я думал. Ну, 33 ватт это тоже неплохо. Тот же самый iPhone предлагает такую зарядку купить отдельно за 2500-3000. Сейчас она стоит. И здесь у нас есть кабель USB Type-C. Белого цвета. И скрепочка, иголочка, чтобы открыть сим-лоток. То есть, как вы видите, все, по сути, что надо для телефона, все есть. Теперь сам телефон. Вот. Наклеена пленочка. Здесь опять расписаны все главные плюсы. Есть и на все модуль. Убираем. Ух ты. Какой он красивый. Обратите внимание на дизайн. Вы только что приобрели телефон за 20 тысяч рублей. Посмотрите. А выглядит-то он на все 30. На все 30 плюс. Смотрите, какой красавчик. Мне реально нравится. Без приколов там. Ну, мне реально нравится, как он выглядит. Потому что здесь красивые-красивые материалы. Да, красивый сам цвет. Красивые, приятные материалы. Прикольное, знаете, такое сочетание блестящих боковин. Блестящих. Я не сильно люблю такое все блестящее, как вороны. Да, там на это все обращают внимание. Там все блестяшки такие. Но здесь это в тему, потому что задняя крышка, она такая спокойная, матовая, под кожу у меня. А вот это добавляет какой-то люксовости. Прикольно. И мне нравится, что это цвета такого необычного, такого темно-синего, красивого цвета. Прикольно смотрится. Даже вот в руке ощущается приятно. Такой телефончик прям классный. На экран ничего не наклеено. Наклеите сами. Либо пленку, которая в комплекте, либо стекло. Значит, что по элементам управления? Ну, вот как вы видите, здесь большая кольцевая вспышка есть из четырех светодиодов сзади. Здесь три модуля камеры. Главный на 64 мегапикселя и два дополнительных. Вверху есть дополнительный динамик. Как я понимаю, вырез. Сейчас проверим. Внизу разъем для наушников, разъем для зарядки Type-C, динамик, шесть вырезов и микрофончик. Справа кнопка питания. И это без сканера. Потому что сканер здесь прямо в экране. За 18-19 тысяч рублей. Сканер прямо в экране, как у флагманов. И регулировка громкости. Причем это не качелька громкости, одна слитная кнопка, а две отдельных кнопки. Вот. Но сделано все вообще реально очень-очень качественно, очень круто. Единственное, что вот эта глянцевая рамка, она довольно сильно ляпается. Но это всегда так у глянца. Даже у айфонов Pro версии она тоже ляпается. Итак, смотрим, что можно поставить сюда. Какой здесь сим-лоток? Сим-лоток аккуратно сделан. Смотрите, здесь с уплотнительной резинкой, чтобы туда пыль, влага не забивалась. Сейчас можно поставить две сим-карты с одной стороны, с другой стороны флешку еще можно поставить. То есть мало того, что много памяти своей, так вы еще можете расширить с помощью флешки. Ладно, включаю, зажимаю кнопку питания, включаются он, как и все другие телефоны, и жду, когда запустится. Пока можно все лишнее поприбирать, пока не понадобится. Ну, то есть видите уровень, да, за 20 тысяч рублей, какой сервис, какой уровень сервиса, какой уровень комфорта вам предоставляют. Ни на чем какой-то тотальной экономии нет. Наоборот, постараются вам побольше всего положить, побольше всего дать, чтобы вам максимально было удобно, комфортно, чтобы ничего не пришлось уже докупать. Еще и гарантию вот вам, пожалуйста, расширенную. И все это по нынешним меркам за какие-то вообще, ну, небольшие деньги. Сейчас посмотри, сколько стоит даже какой-нибудь Samsung K20, 20 линейки, сколько он стоит, да? Так он и по характеристикам будет хуже, и по комплекту хуже. Ну, ладно. Все, коробку я убираю. Коробка нам пока не понадобится. Вот, друзья, я запустил телефон. Просто посмотрите, как он выглядит спереди. Но согласитесь, за менее чем 20 тысяч рублей у него маленькие рамки. У него реально маленькие рамки, особенно нижний подбородок. Смотрите, он как у флагманов. Он реально очень тонкий. И людям, которые переходят со старых устройств, какого-нибудь 18-го, 19-го года, для них это будет просто как космос, просто как космическая ракета. Во-первых, почему? Потому что экран большой, 6,7 дюйма. Во-вторых, потому что очень маленькие тонкие рамки для такого сегмента, для такой ценовой категории. И в-третьих, то, что это ярчайший, насыщенный AMOLED. После IPS-экранов вы просто офигеете, обалдеете, какие здесь красивые цвета. Какой здесь насыщенный экран, прям такой вырвиглазный. Посмотрите, какой красный цвет, какой синий цвет. Все это так жизнерадостно. Вот реально даже настроение поднимает. И сама оболочка довольно приятная. Тут установлена HiOS, фирменная оболочка Tecno, на базе свежего 13-го Android. Возможно, в будущем он еще будет получать обновление, до 14-го Android обновиться. Что касаемо оперативки. Как я и говорил, в настройках без проблем вы двумя нажатиями можете просто взять и переключиться, допустим, расширить на сколько-то оперативку. На 3, на 5, на 8 гигабайт. Все это, все прекрасно тоже работает. Экран реально классный. Для потребления контента, для чтения вообще супер. При этом телефон, не сказать, что тяжелый. Он реально ощущается, как легкое устройство. Руку не тяготеет, да? Рука не отвисает под этим телефоном. Я просто в шоке нахожусь, почему этот телефон стоит не так дорого, как я думал. Но есть некоторые причины. И все-таки не все так сладко. Все равно, может, вы подумали, что это просто какой-то идеал. И самый лучший телефон в мире за всю историю вообще телефонастроения. Но нет, здесь есть моменты, на которых чувствуется, что они все-таки сэкономили. Но эти моменты, которые многие люди даже не заметят, для которых, для многих людей, это даже не будет вообще принципиально важно. Эти моменты. Итак, что по габаритам? Давайте я вам конкретно скажу. 163 мм он в длину. 16,3 см в длину. В любой карман влезет нормально. Не сильно длинный. 76,7 мм в ширину. Толщина 7,8 мм. Меньше 8 мм. Это тоже нужно такого еще добиться. Не все так могут сделать. AMOLED дисплей 120 Гц. То есть в настройках вы можете выбрать максимальную частоту обновления, чтобы ощутить весь кайф современных технологий, да, так сказать. Есть еще режим. Мало того, что он до 100% регулируется, очень яркий. Прям вообще в глаза прям вот эта яркость бьет. Так еще можно еще немножко повысить яркость, включить специальный ползунок. Он еще ярче станет. Можно еще повысить. Вот. Частота обновления есть. Вот мне нравится как. Тут все можете отрегулировать сами. Во-первых, смотрите, автоматически можете, чтобы сам телефон. Во-вторых, 60 Гц. Это когда совсем не хотите плавности, зато хотите, чтобы телефон подольше проработал. Есть промежуточный вариант. 90 Гц. То есть ни вашим, ни нашим. То есть, ну, вроде чуть поплавнее, но сильно аккумулятор не жрет. И можно поставить принудитель на 120. Я король, я буду наслаждаться. Пускай батарея чуть быстрее расходуется, но зато я буду радоваться. Глаза мои будут радоваться. Вот. Я оставлю 120 Гц, потому что это просто нереальный кайф. Даже 15-й iPhone обычно имеет 60 Гц. А здесь за 19 тысяч 120 Гц, 6,7 дюймов, Full HD+, без каких-то дурацких экранов водопадов. То есть, экран здесь не закруглен, он плоский. Он и не бликует, на него не надо ничего там сложные какие-то. Поклейка не будет сложной, стекол дополнительных защитных. Есть режим защиты зрения, когда синее свечение убирается. Можно поменять цветопередачу в более теплые оттенки, в холодные. Можно более яркие цвета поставить. Короче, по экрану это, наверное, лучшее, что можно в этом классе, в этом сегменте до 20 тысяч сейчас приобрести. При этом здесь еще и в экран встроен вот такой вот сканер отпечатка пальцев, который обычно встроен на флагманах. А здесь телефон в средней ценовой категории и имеет хороший быстрый сканер. Что не нравится? Сразу скажу, кнопки. Вот эти кнопки, чем они мне не нравятся? Я сразу скажу. Смотрите, они очень мало выпирают, во-первых. Вот посмотрите, они практически не выступают. Создается впечатление, что эти кнопки уже давно используются. Как будто, знаете, вот бывает такое, что уже они прожатые. Диван, диван под весом бывает проминается старый, там такая выемка, или старый матрас пролеживается. И вот эти кнопки, они как будто из-за времени уже продавлены. Нет чувства нового устройства. Кнопки очень плохо сделаны. У них маленький ход, они как будто залипшие, и ты не понимаешь, нажал ты ее или нет. Я бы на месте инженеров сделал бы больше ход, чтобы они больше отдавали какой-то тактильной отдачи, клацали. Потому что вот эти кнопки, они реально очень мало выпирают, и ты не понимаешь порой, нажал ты ее или нет. Вот сделан вообще прям, мне не нравится. Вот сколько кнопок у меня было, они вообще не ощущаются никак. Какие-то микронажатия, да, они не клацают громко, они тихие, но, блин, непонятно, нажал ты ее или нет. Кнопки не нравятся. Можно было сделать чуть-чуть выступ посильнее. Ну ладно, это мелочи, да, мелочи жизни. Зато работает сканер. И помимо сканера, естественно, все как всегда, есть еще разблокировка по лицу. Вот смотрите, я не касаюсь экрана сейчас просто. Смотрю на телефон, тоже очень быстро он меня узнает и разблокируется. Все вообще работает как часы. Никаких подлагиваний. Как бывает там у китайских каких-то неизвестных брендов, затупы, подлагивания. Здесь все отлично. Все отлично, реально. Дальше, идем в следующий момент. Это, конечно, процессор. Именно та часть, почему я советую брать именно Common 20 Pro, а не Common 20 обычный. Не стоит экономить эти 5 тысяч, лучше купите Pro-версию. Здесь уже представлен процессор Helio G99, а в Common 20 там Helio G85. И он реально слабее. И он как бы по прошлым технологиям сделан. Во-первых, там хуже техпроцесс в два раза. Здесь 6 нанометров, там 12. Более старый техпроцесс. Там медленная память. И там более слабые ядра с меньшей частотой. Здесь уже ядрышки по современе A75. A76 вместо A75. И 6 нанометров техпроцесс. И видеоядро помощнее. Короче, плюс этого процессора в том, что он не лагает. Вот он просто не лагает. Он не лагает, это самое главное. В Antutu набирает приличное количество баллов для своей цены. 411 тысяч. Этого достаточно будет большинству людей. Я не думаю, что кто-то прям серьезно задумается о каких-то Antutu рекордах за такие деньги. Вот. Это прекрасный результат. Прекраснейший. До 36 градусов греется. 2% аккумулятора теряет всего за время прохождения теста. 411 тысяч в Antutu. NFC модуль. Пожалуйста. Хотите пользоваться бесконтактной оплатой? Пожалуйста. NFC здесь присутствует. По поводу мультитача. Известная проблема Tecno и Infinix. Экономят иногда ставят 5 касаний. Проверяем сколько здесь. 1, 2, 3, 4, 5. Момент истины. 6 будет задействоваться. Нет. 6, 7, 8, 9, 10. Как вы видите, здесь сенсор не на 5 касаний одновременных, а на 10, как у более дорогих моделей. То есть здесь этой проблемы, как раньше, тоже нет. Она решена. 10 касаний. Самый максимальный тач. Тач вообще тоже идеальный. Ничего не лагает. Эти друг на друга не налипают касания. Не сплетаются. То есть все, как у флагманов. Вообще очень плавный, очень быстрый тач. Реактивный. Вообще, ну реально, скользит экран. По экрану палец скользит. Здесь какая-то еще олеофобка есть. То есть, ну нормально скользит. Сканер работает. Вообще прям летает все. Просто летает. По скорости памяти 723 мегабайта на чтение, 388 на запись. Тоже быстро все устанавливается. Быстро загрузки. Быстро все подгружается. Нравится. Нравится реально работать просто с этим телефоном. Это у нас график этого троттлинга. 15 минут прошло. Троттлинга как не было в начале теста, так и в конце теста тоже не было. График полностью зеленый. Работает все время на пределе своих возможностей. Производительность не падает под нагрузкой. Так, это у нас игрушечка PUBG Mobile. Посмотрите, какая красивая картинка. На максимальной графике сейчас играю. И да, действительно, здесь стереозвук. Сейчас послушал. Звук идет из нижнего динамика, из верхнего динамика. Все как положено. Все как положено. Все по высшему разряду. Полный фарш. Ребят, за 20 тысяч это полный фарш. Это реально полный фарш. All inclusive, как говорится. Это как туры, да, бюджетные в Турцию, где все включено. Где жри сколько хочешь, как говорится, шведский стол. Так и тут. За 20 тысяч покупаешь телефон. Вон, у тебя все включено. Так. Ну, что еще тут взять-то, е-мое? Опа! Опа! Это какой-то паркур я устроил сейчас. Ну, короче, вообще тоже ни единого лага. Намека на лага нет. Дырочка под фронтальку очень маленькая, аккуратная. О, кто-то стреляет по мне. Но только я не вижу где. О, какой шлем хороший. Ну-ка пойдем. Это мой товарищ там, по-моему. Ну-ка где там кто? Блин, мне не нравится. Стреляют. А где стреляют, не могу понять. Вон он! Продолжается еще стрельба. Жестко, что-то жестко. Ох, сколько тут всего. Сколько тут всего. И прицелы, и все. А, вижу. Приемы не прекращаются. Блин, сколько тут всего. Тут только бегай и собирай. Обалдеть. Вот это удачное место, конечно. Давай. Лишний макушный будет. В кого стреляешь? В меня, что ли? Это ж я. Свой. Свой. До сих пор, ребята, играю. Никак не могу, короче, вылезти из игры, потому что захватывает вообще капец просто. Вон он, мой кореш. Стоит там что-то. Я не понял, у него из игры, что ли, вышел он или что? Завис, его тут мочат. Он у меня как приманка. Своего рода. Вон я вижу. Вон я вижу. Сзади кто-то стреляет, что ли, нет? Хватит тут ползать. Так, кто там еще? А, вот он. Снайпер лег, думал, я его не увижу. А вон он еще один бегает. Стреляет тоже. Думал, не увижу. Смотри, тут и спереди, и сзади, короче, со всех сторон они меня окружили, блин. Что творят? Смотри, наступают. Наступают. Ребята, жесть вообще. Конец поединка. Шесть человек осталось. Сейчас мы их... Вижу. Вон он сидит, затаился. Блин, ну я, конечно, стрелок тоже, блин, косой. Не смог по нему попасть. Вижу, вижу. Я попадаю, я по ним нет. Так, тут кто-то ползает. А вон он. Он решил меня обхитрить. Зайти, пока я не вижу его, а? А не получится. Откуда ты шмаляешь-то? Вон он. Из-за двери. Есть! Есть, походу, ему там конец. Есть! Лихо я его. Там еще, по-моему, кто-то остался. В этом домике сидеть. Ладно, пойдем. Да, вот он. Где ты? А, вот он ты! Есть! Все, три человечка осталось. Мой напарник, я, и еще один где-то прячется. Где-то. Где-то прячется, мне кажется, он за мной наблюдает. Мне кажется, он за мной наблюдает где-то. Ну где ты, выходи. А, вон он. Вон он, бегает тараканчик. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Готово! Итак, что по камерам 64 мегапикселя, задняя камера Снимает видео, умеет снимать видео Умеет искусственный интеллект включать Вспышка, естественно, и переключатель 64 мегапикселя А в каком формате снимается видео? А видео снимается в формате 2К 30 кадров это максимум, либо Full HD 60 кадров С фронтальной камеры Не все так однозначно Потому что здесь Хотя нет, все то же самое Full HD 60 кадров умеет, 2К 30 кадров умеет Все прекрасно, все отлично Короче, задние камеры здесь таковы 2 мегапикселя Задняя камера для портретов Еще, по-моему, одна камера Вообще бесполезная И 64 мегапикселя Задняя основная камера ширика, к сожалению, нет И это тот момент, на котором сэкономили Не поставили ширик Максимальный зум 10-кратный, цифровой Делаем фотки в максимальном разрешении 64 мегапикселя Держу телефон ровно К сожалению, нет оптической стабилизации Стабилизация только электронная Апертура f1.7 И вот что у нас получается В режиме 64 мегапикселей Не сильно дает приблизить И я могу сахазать так Что вот на этом плакате видна Третья строчка снизу Вторая и первая уже не видны Буквы сливаются А вот третья хорошо, отчетливо видна То есть фотка получается Довольно неплохого качества Если вы фотаете что-то Вблизи, какой-то документ Может быть конспект Какую-нибудь курсовую работу Вот как у вас все будет получаться Весь текст будет легко Считываться Приблизили Прочитали Отдалили Все нормально Сейчас покажу, как фотографируют Человеческие лица Фотографирую сам себя В 64 мегапикселя Детализация должна быть хорошая А вот А вот что получилось Вот так вот На AMOLED-экранчике Можно рассмотреть детали Тоже довольно хорошее Нормальное качество Не сказать, что прям Ультра Ультра четко Но Неплохо Весьма себе неплохо Сейчас покажу вам тот режим Который здесь Прямо на коробке вынесли Это ночная съемка Так Она находится Вот она Режим Super Night Это когда у вас При плохом освещении Вы фотографируете уже ночью Итак Вот он Супер ночной режим Посмотрите Как на улице Все светло Красиво Все видно Хотя на улице уже темень Все уже Ну тут видите В окнах свет горит Люди с работы пришли Все уже Ужин себе готовят То есть уже Глубокий такой вечер А здесь В Super Night режиме Все досконально видно Так как Красивый снимок Получился такой Реально такая Знаете Север такой Получился Небо такое серое Здесь все такое Светлая красота Прям такая настоящая Какая-то полярная Фотография Классно Мне нравится Короче Ну реально Если Так А это я в авторежиме Да Вот это авторежим Видите Немножко темнее Фотка получилась В авторежиме Небо темное Вот здесь более темное А это уже Super Night режим Здесь он все высветлил Красиво получилось Прям художественная фотка Хоть на конкурс отправляй Как говорится Так Выбор неба есть Но работает только Я сейчас попробовал Выбор неба сделать И работает только При хорошем освещении Днем Можно небо поменять Сделать там облачность Сделать какой-нибудь Дождик Северное сияние Ну короче Тоже прикольная фишка С помощью искусственного неба Настоящее небо Заменяется И ставится искусственное Ну если вам вдруг Надоели какие-то Привычные фотки Есть портретный режим Это с размытием Заднего фона Делаете фотку Он размывает задний фон А вы остаетесь В фокусе Вот такая у меня Фотка получилась Чуть-чуть размыл Задний фон Так Есть еще Замедленная видеосъемка Ускоренная видеосъемка И давайте проверим Фронталочку Фронталка здесь На 32 мегапикселя Тоже должна быть Очень детализированный Как этот режим включить Походу он здесь Сразу включен По умолчанию 32 мегапикселя Да, потому что Я нигде здесь не вижу Чтобы его дополнительно Включить И вот Какая фотка Выходит в режиме 32 мегапикселей Ну, тоже довольно Все неплохо Четко Брови даже видно Волосы неплохо Тоже получились В общем По камерам Здесь вообще Тоже все очень неплохо За исключением того Что нет широкоугольной камеры И нет оптической стабилизации В главном модуле Поэтому лучше держать телефон Прям двумя руками Ровно Чтобы картинка не смазалась Не дергалась Видеозаписи нет в 4К Зато есть Full HD 60 кадров С электронной стабилизацией И можно Еще на фронталку Тоже снимать Full HD 60 кадров В секунду Плавные видосики Ах, да Я совсем забыл показать Самое-то главное Этот телефон Еще умеет Переключаться В планшетную ориентацию То есть Ты можешь Его использовать Не только Как телефон Но и Как планшет Сейчас я Быстренько очищу Все То есть Вот Смотрите Он перешел В планшетную ориентацию И здесь мы можем Работать В горизонтальной ориентации То есть Держать телефон Вот так Разворачивается экран И ты можешь Вот так вот С телефоном Взаимодействовать Как с планшетом Как этим воспользоваться То есть Нужно Отдельно Кнопочку нажать Раз И все И переворачивается Обратно Хотел показать Еще Вот эту фишку Особую Этого телефона То что Здесь большая Кольцевая вспышка Очень мощная Горят все Четыре светодиода И давая Очень мощный Пучок света То есть Мощнее Чем у обычных Телефонов Ну раза в три Как минимум Очень мощное Свечение Посмотрите Если вы будете Использовать Как фонарик То вы можете Очень много Осветить себе Пути Где-то будете идти Тоже вечером Уже где нет Освещения Вот Пожалуйста Раз у вас Мощный фонарик Всегда при вас Где еще У какого еще Телефона Такая мощная Система Из четырех Вспышек Посмотрите Тоже большая Редкость Считаю Смотрите Как дополнительный Глазок камеры Какая большая Следующий пункт Это конечно же Звук Я поставил Сейчас максимальное Качество Максимальную громкость И звук Как я уже сказал Здесь двойной То есть Два динамика Играет Слушаю Давайте Закрою Нижний динамик Сейчас Играет Только верхний Теперь верхний Нижний Погромче Теперь играют Два Играет 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 Ну, короче, могу так сказать, что чуть громче, чем обычный телефон, чувствуется объем, но не сказать, что прям дико громко, бывали телефоны у меня и погромче, но все равно, за эти деньги опять-таки, я говорю, опять за эти деньги, это просто вот не наслушаться, реально круто. И еще мне стало интересно, какие здесь предустановлены рингтоны, то есть какие здесь прикольные, может быть, интересные рингтончики, которые вы поставите себе на звонок. Давайте вот посмотрим прям по списку, да, по алфавиту. Это первый рингтон. Это какой-то простой, космический, вот этот мне нравится. Такой, ну, не то, не сё, сильно простой. Тоже прикольный, как на музыкальном инструменте. Слишком детский. Ой, слишком противный. На какую-то сирену похоже. Как из детской игры. Вот этот приятный. Без комментариев. О, тоже прикольный. Качает. Качество не очень рингтона. Как будто с 70-е годы. Что-то восточное. Что-то восточное, ребята. Вот это мотивы. Танцевать хочется прям. Много рингтонов. Что-то азиатское или индийское. Короче, пролистал все рингтоны. Мне понравилось пару штучечек. Есть еще звуки уведомлений. Тоже можете повыбирать. Их не так много, кстати, как рингтонов. И можете добавить еще свой звук. Скачать там какое-нибудь свое уведомление и поставить. Итак, что касаемо аккумулятора. Здесь аккумулятор стандартный для большинства телефонов. Это 5000 мА. В среднем полтора дня вы с ним сможете проходить. Быстрая зарядка 33 Вт. Без проводной зарядки, к сожалению, нет. Это тоже одна такая фишка. Более дорогих моделей, которой здесь нет. Но, знаете, большинству людей это ни о чем не говорит. Потому что все привыкли заряжать по кабелю. Самое главное, что здесь кабель уже USB Type-C, а не micro USB старый. И самое главное, что в комплекте есть быстрая зарядка. То есть не придется много времени тратить просто на зарядку телефона. Итого, ребят, ну как вы думаете, стоит ли этот телефон брать за 20 тысяч? Да, конечно, стоит, ребят. Это просто нереально крутое выгодное предложение с замашками флагманского сегмента всего за 19-20 тысяч рублей. Подумайте сами. Огромный объем памяти 8256. Плюс можно расширить и оперативу на 8 гигов, и расширить внутреннюю память с помощью флешки. Большой экран, 6,7 дюймов, AMOLED сочный, яркий, насыщенный, и еще и 120 Гц. Full HD+. Круто? Действительно круто. Сканер в экране. Да, это мало от этого пользы, но это реально круто. Это сразу нам говорит о технологичности этого устройства. Причем сканер здесь немедленный, как на А, в Самсунгах на некоторых, да? Тупенький. Нет, здесь он быстрый, как на флагманах. Разблокировка по лицу. Нормальный процессор, который не лагает, не тормозит, на несколько лет комфортного использования его хватит. Свежий Android, хорошая оболочка. Ну, то есть, реально, телефон, не телефон, а подарок за 20 тысяч рублей. Всем советую. Это был Tecno Common 20 Pro, версия 4G. Не путайтесь Tecno Common 20, не путайтесь Tecno Common 20 Pro 5G. Это две разных, три разных модели. Вот это самый, мне кажется, оптимал. Самая золотая серединка. Tecno Common 20 Pro. Всем советую. Всем удачи. До скорых встреч. И пока. С вами был Дима. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем чао. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.